Рост числа пожаров фиксируют в Сарове спасатели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество возгораний выросло с 28 до 33. Большинство пожаров случились из-за поджогов, часть из которых произошло в одну ночь по вине одного человека. Сообщения поступали в период времени примерно с часу 30 до 3 часов утра. При выезде на данные сообщения было установлено, что бытовой мусор горел в контейнерах для сбора мусора и расположенных на контейнерных площадках, расположенных вблизи на квартирных жилых домах. В семи случаях возгорания привели к пожарам, которые повредили общедомовое имущество. В результате слаженных действий сотрудников МЧС и полиции поджигатели вычислили и задержали. Также среди основных причин пожаров в этом году нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сюда входят не только бытовые электроприборы, но и сами электросети, здания и сооружения. То есть это перегрузка сетей, либо неисправная работа прибора. Зачастую связано с тем, что используют уже отслуживший свой срок службы приборы, которые подлежат утилизации. Или нарушают пасмортные данные. Сотрудники пожарного надзора напоминают, что при возникновении пожара нужно сохранять спокойствие, закрыть окна и двери, обесточить квартиру, если возможно выйти из горящего помещения, эвакуировать других людей. Но первым делом нужно позвонить по знакомому с детства номеру телефона. При обнаружении пожара в здании сооружения необходимо звонить в пожарную охрану по номеру телефона 112 либо 01. При этом необходимо сообщать место возникновения пожара, что горит, где горит и сообщить свою фамилию. При пожаре нельзя пользоваться лифтом, спускаться по подъезду, держась за перила лестницы, прятаться в дальний угол в надежде скрыться от огня и бросаться первым делом спасать свое имущество, рискуя жизнью. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.